Всем привет, с вами Лиза Кей и в этом видео я хочу вам рассказать, как нужно расторгать контракты с модельными агентствами. Ты уже не зеленая, не спелая яблочко, ты уже состоявшаяся модель, ты ездишь по всему миру, у тебя есть агентство, материнский агент, но почему-то ты несчастлива, почему-то ты эмоционально, у тебя нет кастингов, у тебя нет работ или у тебя нет просто того, что ты именно хочешь в своей карьере, ты недовольна и ты не знаешь, что делать, ты еще не такое бездушное животное, как я, которая расторгла триллион контрактов и прекрасно знает, когда это серьезный вопрос или когда это просто эмоциональный психоз, поэтому я с удовольствием посвящу тебя в этом видео в мир расторжения контрактов. Итак, твое агентство говорит тебе, что ты тупая, кривая, худая, толстая, без характера, без персоналити, без портфолио, или что еще хуже, они вообще тебя игнорируют, как будто ты пустое место, ты вся на эмоциях, ты не знаешь, что делать, не волнуйся, успокойся и еще раз успокойся, я дам тебе пошаговую инструкцию, что в таких случаях нужно делать. Шаг первый, личная встреча с твоим агентом, ты не будешь приходить и стоять посреди офиса над ним, пока он работает над своими имейлами или делает вид, что он над ними работает и рассказывать ему все свои проблемы и выливать всю душу и все свои эмоции, нет, ты попросишь с ним личной встречи в тот час, когда ему это удобно, чтобы он ожидал именно тебя, сел с тобой в отдельной комнате и поговорил по делу о всем том, что тебя волнует. Даже лучше будет, если на этой встрече будет присутствовать еще и директор агентства, поверь мне, у него есть время, поэтому ты вежливо и профессионально просишь об этой встрече у своего агента. Ты ни в коем случае не даешь понять, что ты планируешь наблевать в дупло своему агенту все свои эмоции и панику, нет, ты даешь понять, что ты недовольна делами на сегодняшний день и ты бы хотела обсудить свою карьеру и ее дальнейшее развитие, чтобы агент прекрасно понимал, о чем будет речь и имел возможность подготовиться. И ты хочешь, чтобы твой агент подготовился, потому что эта встреча это их последний шанс, последний шанс тебе доказать, что они будут инвестировать в твое развитие и тобой заниматься. Если они тебе это не докажут, мы срочно расторгаем с ними контракт. Как вы, мои дорогие слушатели, уже догадались, таких встреч у меня было множество, и все они прошли совсем по-разному. Кто-то снова пришел и просто перечислил мне мои недостатки, а кто-то пришел подготовленный, например, мое бывшее нью-йоркское агентство пришло вот с такой распечаткой имейлов, где были диалоги с моими клиентами. Кто-то сейчас снимает брюнеток, поэтому сейчас блондинка не нужна. А у кого-то не дошита коллекция, поэтому в этом месяце съемок нет. В любом случае, если ваш агент ведет себя уважительно и адекватно по отношению к вам и с удовольствием планирует новую стратегию развития вашей карьеры, ему стоит дать шанс. После этой встречи, как вы понимаете, у нас есть два сценария. Либо мы расторгаем контракт с агентством, либо мы даем агентству второй шанс. Второй шанс ни в коем случае не должен быть дольше, чем два месяца. И если за два месяца ничего не происходит, девочки, я советую вам расторгать контракт и искать новое агентство. Я как человек, который проработал 14 лет в индустрии, могу вам гарантировать, что если вы абсолютно не работаете с одним агентством, есть большой шанс, что вы будете работать каждый день с другим агентством. Если модеринг – ваша страсть и любовь, я считаю, что вы обязаны дать себе второй шанс с другим агентством на том же самом рынке. В моей карьере присутствуют истории, когда я расторгала контракт с одним агентством, подписывалась с другим и начинала работать каждый день. Но также происходило и обратное. Например, когда я поменяла агентство в Лондоне, я перестала работать. Поэтому очень важно всегда быть профессиональной и никогда не эмоционировать, и расставаться по-хорошему, чтобы всегда, если что, иметь шанс вернуться назад. Если ты приняла твердое решение расторгать контракт, то самое время писать официальный имейл. В официальном письме ты представляешься и заявляешь о том, что ты приняла решение расторгнуть контракт. Ты благодаришь всех менеджеров за невероятный вклад в твое развитие и твою карьеру. Но ты приняла решение, что на данном этапе своего развития ты больше не нуждаешься в услугах этого агентства. Это официальное письмо, поэтому постарайтесь оставить его официальным. Но если вы чувствуете, что вам хочется что-то сказать от сердца, но не переусердствуйте, вы, конечно, можете добавить своих чувств и своей искренней любви и благодарности ко всем участникам этого агентства. Но не переборщите, вы всегда можете написать им лично в инстаграм или отдельный имейл. Если в этом агентстве у вас остался минус, то есть долг, вы обязаны будете его выплатить, либо его возьмет на себя ваше новое агентство. Я лично знаю, каково это быть в агентстве, которое абсолютно в тебя не верит. И я знаю, что ты, моя дорогая слушательница, скорее всего, находишься в этой ситуации. Ты должна поверить в себя и пойти на эту встречу. И если она пройдет неудачно, расторгай этот чертов контракт и двигайся дальше, как в свое время двигалась дальше я. Я была полная страха и сомнений, но я дала себе шанс. И я нашла агентство, которое меня любит такой, какая я есть, верит в меня и предоставляет мне кучу работы. И я от всего сердца желаю тебе того же самого. Я очень надеюсь, что это видео было полезное. Вы всегда можете написать мне в инстаграм или ютуб. Я всех вас целую, люблю и желаю вам большущей удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!